Дело экс-министра здравоохранения Ельжана Бертанова и его бывшего заместителя Улжаса Абишева обрастает новыми скандалами. На недействующая глава Минздрава Жаргеният написала на Абишева заявление в полицию. Об этом стало известно сегодня во время очередного заседания апелляционной коллегии, где оба осужденных пытаются обжаловать приговор предшествующей инстанции. Геният в зал суда не пришла, ее сторону представляло доверенное лицо министра. По ее словам, во время одного из заседаний Абишев демонстрировал некий документ с подписью «Ажаргеният», на что глава Минздрава заявила, что никакими подписями этот документ она не подтверждала. Подвергла сомнению подлинность визы и обратилась в полицию с заявлением на Абишева. В свою очередь он и его адвокаты расценили все это как попытку давления. Меня просто это удивило, потому что все эти материалы, они были использованы с открытых источников. Это не инициативская информация. И почему именно на меня было подано заявление в полицию, я не могу понять. Я лично воспринимаю такой поступок или такой жест, как оказание давления, потому что сейчас в данном суде мы показываем публично все нелицеприятные стороны текущего руководства линейства здравоохранения. Что же касается Ельжана Бертанова, то он сам и его защитники продолжают добиваться отмены обвинительного приговора суда Саро-Аркинского района. Экс-министр здравоохранения уверен в своей правоте и невиновности, а также в том, что рано или поздно сможет это доказать, если не в апелляционной коллегии, то в вышестоящих инстанциях. Мы здесь в суде показали, мои защитники, достаточно фактов не только о нарушениях во время следствия, но и необъективном рассмотрении и проведении районного суда с грубыми нарушениями. Мы верим, что апелляционный суд примет правильное решение, поэтому надежда есть. Но если этого не произойдет, конечно, есть еще последующие инстанции, Верховный суд, Конституционный суд, Международные суды.